Эта история произошла 20 лет назад. Тогда она стала потрясением для всех нас, добродушных соседей, которые помогали одинокой матери с пятью детьми. Семья жила в полуразвалившемся доме. Дети постоянно бегали на улице и вызывали жалость у соседей своим видом, худые, голодные, грязные, в одежде с чужого плеча. Старшей девочке было 10 лет. Катюшка заботилась о трех младших братьях, как могла. Гуляла с ними, играла, учила по букварю. Ее сестренке не было еще и года, поэтому она находилась в доме. Никто из соседей никогда не заходил в ветхую избушку. Не знаю почему. Это нельзя было назвать равнодушием, просто старались не лезть в чужую семью. Все помогали одежды, продуктами. Иногда мать оставляла младшую дочь продавщицы из местного магазина. Спит ребенок в коляске, а Наташа, продавщица, работает в это время, пока мать бегает по своим делам. Все покупатели знали друг друга и эту семью. Каждый старался угостить конфетками сорванцов, которые так и терлись возле этого сказочного места, с уймой сладостей, и доброй продавщицей. Я не помню, как появилась эта семья на нашей улице. Наверное их переселили откуда-то. Но вот прошел уже год, малышка из коляски стала бегать по дорожкам вокруг магазина, вместе с братьями и сестрой. Их видели только днем, и никто не представлял, что происходит ночью. Соседи знали, что мать одинокая и по вечерам к ней приходят мужчины. Надо же кому-то поправить забор, помочь в огороде. Да и любая женщина хочет быть счастливой. А вдруг, многодетной одиночке повезет и в семье появится настоящий мужчина, который полюбит ее и малышей. Я пришла в магазин за покупками и чтобы через Наташу передать Катюшке свой сарафан, который был мне уже мал, но выглядел еще очень хорошо. Наташа плакала, она долго не могла ничего сказать. Оказывается всех деток сегодня приехали и забрали. Абсолютно всех. А мать арестовали и увезли. Почему? Пока никто не знал. Все выяснилось, когда представители органов опеки вместе с участковым стали ходить по соседям, чтобы узнать хоть какие-то подробности. История настолько всех шокировала. Мы собрались все вместе возле магазина, чтобы обсудить, как мы могли не досмотреть, упустить, вообще не увидеть. Катюшке, как ребенку из многодетной и малообеспеченной семьи, предоставили путевку органы опеки в летний лагерь. Ребенок проходил медкомиссию, где и выяснилось, что девочка больна сифилисом, которым заразилась половым путем. Как? Почему? Ей же всего 11 лет. Она малышка совсем. Мы никак не могли уложить это в своих головах. Оказалось, что мать каждый вечер принимала у себя пропитых насквозь мужиков, которые и предлагали ей бутылку за ночь, с ее маленькой дочкой. Эта тварь соглашалась. Мы больше никогда не видели Катюшку и других деток. Их увезли на реабилитацию в другой город. Мамашу и этих подонков посадили. Нам всем очень хотелось, чтобы они не вышли никогда, чтобы никогда больше не узнали, что такое свобода. Их судьба мне неизвестна. Все женщины плакали, проклинали мамашу коти и тех недочеловеков. Ругали себя, казнили за то, что ни разу не зашли в дом, не проверили, как у них дела вечером, чем они занимаются. Но потом поняли, что это, скорее всего, ничего бы не изменило. Кто будет показывать свое гнилое нутро и доставать скелеты из шкафов? Она бы вела себя так же, как всегда, притворяясь доброй и заботливой мамой. Она продавала свою дочь с восьмилетнего возраста. Значит, когда они переехали, ребенок уже жил в этом ужасе. Никто и догадаться не мог. Девочка вела себя совершенно как все дети в ее возрасте, только выглядела обделенной. Она знала, как правильно попросить что-то вкусненькое у покупателя и всегда делила это между братиками и сестренкой. Так и остался для нас открытым вопрос, нужно ли лезть в чужую семью? Можно ли заходить в дом без спроса, но с целью помочь и намерением прощупать обстановку? Каждый в этом деле останется при своем мнении. Ребенок страдал три года. Одно хорошо, что все открылось, и эта тварь не смогла продать за бутылку других своих детей. Прошло 20 лет, а Катюшку вспоминаю до сих пор. Надеюсь, что с ней сейчас все хорошо и она смогла стать счастливым человеком. В этой статье нет никаких рекомендаций, как в других моих историях из жизни. Мне бы хотелось попросить читателей написать в комментариях, как по вашему мнению надо поступать в таких ситуациях. Равнодушие сегодня пугает больше всего. Иногда оно становится смертельно опасным. Дорогие друзья! Если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.